Книга пророка Амоса 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 Я не знаю Пожрал великую бездну, пожрал и земельный надел. Я не знаю даже, что такое великая бездна, но обычно в космологии того времени это понимается как некий океан, на котором стоит земля, но как он видит этот океан, то есть какая-то мощная стихия, которая уничтожена. И маленький земельный надел рядом с этой мощной стихией, вот видимо Израиль. Тогда я сказал Владыка Господи, останови, как тут устоять Израиль, он так мал. Сжарился тогда Господь, сказал Господь, не будет того. Вот видение, которое открыл он мне, то все были бедствия, здесь немножко другое. Стоял Владыка Господь на свинцовой стене, и свинцовый отвес был в его руке. Отвес используется при стройке, сегодня уровни у нас есть с пузырьками, да, чтобы мерить горизонталь, вертикаль. Тогда были отвесы, вот отвес вешают, и видно вертикаль, чтобы стенку построить ровно. И спросил меня Господь, Амос, что ты видишь? Я ответил, свинцовый отвес. Тогда Господь сказал, я кладу отвес посреди моего народа, и не буду более проходить мимо них. Разорены святыни Якова на дом Яровама, имя царя пойду с мечом. То есть Господь говорит, так, хорошо, я не буду вас уничтожать, но я кладу отвес, вешаю свою меру. И вот вы сами смотрите, соответствуете ли вы ей. А дальше история ровно о том, как Амос спорил насчет вот этого отвеса. Боэтельский священник Амацхи передал израильскому царю Яроваму такие слова. Амос заговорщик в доме Израилевом, земля не может вынести всех его слов, ведь он говорит, что Яровам умрет от меча, а Израиль будет изгон прочь из своей страны. Смотрите, нигде этого не сказано у Амоса. У Амоса только сказано, на дом Яровама пойду с мечом. Как священник хитро поворачивает, царь, он тебе гибель пророчествует. Потому что дом Яровама – это, собственно, правящая династия, может быть, даже все израильское царство. То есть всему этому царству Господь так или иначе дает некую меру, и когда эта мера нарушается, то его ждут неприятности. А, это царь против тебя, это заговор он против тебя плетет. Израиль будет изгон прочь из своей страны. Да, вот об этом Амос пророчествовал, по крайней мере, в предшествующих главах. Но царю-то интереснее, что ему самому дается такой неблагоприятный прогноз. И вот посылаю этот донос на пророка. Это священник Амацья, а священник он как раз в Бейтеле, священник в том самом святилище, которого вообще-то не должно было быть, потому что все жертвы приносятся в Иерусалиме, там центр поклонения, но который существовал, и который для израильского царства был невероятно важен. И вот этот самый священник в Бейтеле, Амос уже Амацья сказал так, «Провидец, вступай отсюда в земли иудеи, там добывай себе пропитание, там и пророчествуй». А в Бейтеле, больше не пророчествуйте, это царское святилище, храм нашего царства. То есть все понятно, здесь наша каноническая территория, здесь наши святыни, здесь царское святилище, государственное. А ты иди в соседнюю страну, в Иудею, помните, Иудеи – это южное царство, а мы находимся с Амосом вместе в северном, в израильском. Вот ты давай там к этим, которые наши братья, но не совсем нам брать, и у них там безобразия всякие творятся, вот нам не надо. Это все очень актуально. И что отвечает Амос? К нему обращается священник храма, не просто какой-то прохожий. И авторитетом государства Давид одновременно посылает донос на Амоса в это самое государство. Амос ответил Амацьи так, «Я не пророк, не пророческий сын, а скотовод или садовник при смоковницах, но Господь взял меня от стат и сказал, иди и пророчествуй народу моему Израилю. Я не профессионал, и отец мой профессионалом не был». И вообще, кто я, абсолютно не важно, я скотовод или я смоковница подрезаю, вряд ли Амос занимался тем, а другим – это две разных профессии, нельзя одновременно пасти скот и подрезать плодовые деревья. А может быть, он хотел сказать, ну, я, знаешь, зарабатываю, чем придется, то там поработаю, то здесь поработаю. Ведь Амацьи очень интересуется заработком. Иди там, добывай себе хлеб и пророчествуй. Он считает, что это за деньги, да, вечное обвинение, это выгоды он свои ищет. Когда кто-то говорит что-то неприятное, проще всего сказать, это он за деньги продался, да, или пытается заработать. Так вот, он говорит, я не важно кто, я последний батрак, может быть. Но Господь меня взял от стад, позвал меня вот из этого простого униженного состояния и говорит, иди пророчествуй народу моему Израилю. Это не я здесь, это Слово Божье, его послушай. А теперь ты выслушай Слово Господне. Ты говоришь, не пророчествуй против Израиля, не говори ничего против дома Исаака. Исаак, соответственно, тоже один из патриархов, предков. Конечно, мы можем понять эту позицию, не пророчествуй ничего против нас. У нас тут государство, у нас тут свое святилище, у нас тут народ, у нас тут свое все. Мы тут самые великие, самые прекрасные, нам ничего этого не надо. А ты иди давай, дуй отсюда, потому что, если ты нам ничего хорошего не обещаешь, то ты нам и не нужен. И Бог нам тоже не нужен, потому что, если он нам что-нибудь хорошее даст, тогда мы его примем. А со всеми этими вашими угрозами, этими вашими призывами обойдемся без них. Вот это позиция этого священника из Бейтеля. «Посему так, говорит Господь, обесчистят твою жену прямо в городе. Сыновья и дочери твои пойдут от меча. Участок твой разделит землемер. А сам ты умрешь в нечистой земле. Пойдет Израиль прочь из своей земли». То есть, эта катастрофа станет и личной катастрофой священника Амацьи, причем и жена, и дочери, и все остальные, вот они все там погибнут, да? Или будут обесчищены, или будут изгнаны, или будут убиты, и земли он лишится. То есть, вот то самое благополучие, которое он тщательно собирает, будет разбито по всем, абсолютно по всем направлениям. Ну, а в восьмой главе мы прочитаем еще одно видение, которое было Амосу. Продолжение следует...